Вы можете сказать себе «Сейчас я не буду заниматься никакими другими делами, кроме этой задачи». Во-вторых, вы можете сказать «Я буду заниматься этой задачей, но я ещё буду делать и другие задачи тоже, как бы для расслабления, для развлечения». И, как говорит автор, второй вариант намного лучше. Почему? Объясняю. После того, как вы не будете расслабляться или заниматься интересными другими вещами, вы очень сильно устанете от этого дела. Вы его, конечно, закончите, и, конечно же, он может быть успешным, ваш проект, да. Как бы ничего об этом не говорится. Он может быть успешным, дать много денег и всё такое. Но вы потом скажете «Я в следующие шесть месяцев, как минимум, не притронусь к этому делу вообще никогда». Потому что представьте себе бегать три круга без остановки, вот, большого стадиона, или бегать вот так вот сто метров отдых, сто метров отдых, сто метров отдых, такое же расстояние. Как вы думаете, какие чувства у вас будут после этого? Когда вы бежите без остановки три круга по огромному стадиону, вы потом скажете «Всё, с меня хватит, я больше не хочу бегать». И у вас такая зафиксируется такая мысль, что ваше тело, когда вы будете идти на этот стадион в следующий раз, уже не захочет этого делать, потому что он понимает, что как вы были уставшими и какими измотанными. А во втором варианте у вас всё будет окей, потому что есть какой-то баланс между работой и развлечением. Work-life balance. И она сказала, что когда она писала свой курс, она не отказывалась от массажей, спа, походов с друзьями в кино. И в конечном счёте это ей принесло намного больше удовольствия от всего этого процесса, чем тогда, когда она просто тупо писала курс и ничем больше, кроме курса, не занималась. Надеюсь, понятно. Пятый шаг — это вам нужно расширить ёмкость. Что значит расширить ёмкость? Это после того, как вы заработали деньги, с наслаждением вы их потратили. Дальше вы просто думаете, как сделать себя ещё глубже, как ещё больше, как сделать свою личность ещё более наполненной, ещё более интересной, живой. Надеюсь, вы понимаете, о чём я. Вам нужно просто расширить свой, например, финансовый аппетит, и тогда снова вам нужно расширить её, наполнить, выпить из неё и дальше расширить, наполнить, выпить, и дальше вот так ваша личность будет расти в финансовом и духовном плане. Ещё что я хочу сказать. Мышление — это очки, через которые вы смотрите на мир. Кто-то смотрит на мир и видит только плохое. Он слушает новости, в которых рассказывается только плохое. Он читает литературу. Там, например, русская литература. Ну вот просто вспомните русскую литературу со школы. О чём там было написано? Там вообще ни одного, по-моему, хэппи-энда вообще нету. Там и либо смерть, либо там... Короче, там полный трэш творится. Фильмы. В фильмах она говорит, что также... Вспомните мультфильмы, например, Шрек. Шрек, он не богатый, но зато счастливый, там... Добрый такой вот персонаж. А вот принц Чарминг, он такой богатый, красивый, но у него всё плохо в личной жизни. И как бы сам он такой не очень приятный тип. Он очень самовлюблённый, самодовольный, высокомерный. И именно так несчастный, высокомерный, неблагодарный, именно так во многих фильмах описывают богатых персонажей. Так всё это программируется на то, что богатство — это плохо, а бедность — это хорошо. И некоторые люди, смотря на всё это, могут сказать, я лучше буду бедным, но зато у меня будет семья, любящая жена, и зато у меня будет много друзей, и они не будут использовать меня ради денег. Вот многие так думают. А в денежном мышлении ты выбираешь и, и, а не или, и. Как бы ты выбираешь и карьеру, и семью, а не только семью или только карьеру. Ну что, если ты выберешь оба, то ты будешь, ну, довольно счастлив. Потому что у тебя, во-первых, есть подушка безопасности, и ты не боишься вообще ничего. Потому что ты можешь сама делать деньги, у тебя есть свои деньги, и ты ни от кого не зависишь. А если ты ни от кого не зависишь, то ты можешь уйти, и как бы ты излучаешь эту энергию, что, типа, я не боюсь конца этих отношений. Потому что я и без тебя, как бы, смогу позаботиться о себе. В общем, это, можно сказать, отдельная тема. А есть вот такие карьеристы, которые вот все свои силы отдают карьере, и тем самым, как бы, не заботят семью. Ну, это личный выбор каждого. Просто подушка безопасности, она никогда не во вред. Как бы никогда не будет лишним иметь свои деньги. Также, как нас в школе программируют на бедность? Просто в школе из нас делают наемных работников. Если вы подумаете, то мы там изучаем просто очень много ненужной информации. А то, что нужно нам, мы не изучаем. Кстати, об этом я говорила вам в своем видео «Устаревшая система образования». Посмотрите обязательно. Так. Так.